Всем привет! Тема сегодняшнего обзора это долгожданная 745 модель часов Garmin Forerunner. Почему я использовал слово долгожданное в начале видео? Да потому, что последняя модель 7 серии Forerunner 735XT была выпущена Garmin 4 года назад и новых вариантов этой серии не появлялось. И чтобы мой обзор был более полным, я не смог бы пройти мимо самой знаковой модели этой серии часы Garmin Forerunner 945. Модель 945 это не просто продвинутые часы для бегунов, но и тестовый полигон для внедрения и обкатки большинства новых функций перед выходом очередной модели линейки Fenix 6. Ведь именно на Forerunner 945 Garmin внедрил и оттестировал большинство функций и опций до выпуска шестой серии модели часов Fenix. Чтобы не томить вас историческими экскурсами скажу просто. Часы Forerunner 945 это облегченная версия более дорогой модели часов Fenix 6 серии, где часы полностью сделаны из полимера. Отсюда малый вес и размеры часов. В общем, на мой взгляд, это одна из удачных моделей Garmin. Именно поэтому в этом обзоре я еще буду не раз возвращаться к Fenix 6X и Forerunner 945, чтобы вы понимали разницу между часами. И чтобы меня не упрекали, что разговор пойдет только про дорогие модели Garmin, в этом обзоре я попытаюсь сравнить три модели серии 745, 245 Music и 945. Все достоинства и недостатки этих часов я разложу по полочкам и постараюсь пояснить в чем разница между моделями. Мой план обзора будет следующий. Цена часов, распаковка, общий вид, поддержка протоколов, интерфейс часов, спортивные программы, музыка в часах, туристическая навигация и поддержка датчиков. Плюсы и минусы часов, выводы. Вы можете перейти на нужные разделы видео по клику на временную метку. Для тех, кто впервые на моем канале, хотел напомнить, что канал Просто Обзор помогает тем, кто интересуется часами, датчиками и навигаторами Garmin. Справочные руководства, тесты, сравнения, видеообзоры собраны тут в одном месте, так что оформляйте подписку, чтобы быть в курсе новых моделей и нюансов эксплуатации приборов. Итак, давайте продолжим обзор. Цена часов. Модель часов 745 продается за 500 долларов в четырех цветовых решениях. Черный цвет, black, неотропик, соответственно неотропик и часы этого цвета как раз достались мне для тестов. Красная магма, магма-ред и белый камень, white stone. Других дополнительных опций в этой модели нет. Изменения цвета ремешка и корпуса не влияют на цену часов. Младший брат модели 745 это часы 245 Music, ценой 350 долларов, представленный в трех цветах. Белый, white, черный, black и aqua, соответственно. Модель 245 Music цветом aqua как раз в моем обзоре. Более дешевый вариант без музыки продается ценой 300 долларов в двух расцветках. Серый, slate-grade и вишневый, berry. Разница между моделями 245 Music и 245 это отсутствие Wi-Fi для синхронизации данных и музыкального плеера на борту. Хотя версия 245 Music поддерживает работу Wi-Fi именно для синхронизации музыкальных сервисов. Теперь о старшем брате серии. Это часы 4Runner 945, ценой 600 долларов. Как я сказал ранее 945 это облегченная версия часов Garmin Fenix 6 серии. Поэтому если вам нужен функционал часов Fenix 6 и вы хотите пойти на компромисс по дизайну, емкости аккумулятора, то можно смело брать часы 4Runner 945. От себя еще замечу, что полимерный безли часов и корпус для одних людей ухудшают дизайн прибора. Однако именно за счет отсутствия металлических частей часы показывают лучшую запись GPS трека в плохих городских условиях. Если подытожить вопрос цены, то что мы получили? Большой ценовой отрыв 745 модели от 245 обусловлен тем, что эти часы находятся ближе к 945 модели и имеют больше опций, чем в 245 модели серии 4Runner. Чтобы вы не запутались, даю сравнительную таблицу технических характеристик моделей. Более подробно про различия я расскажу по ходу моего обзора. Обратите внимание на следующие опции. Альтиметр, гироскоп, термометр, открытая вода, поддержка протоколов, поддержка векторных карт и гольф активности. Распаковка и комплектация часов. Все модели поставляются в серой фирменной коробке от Garmin со стандартной комплектацией. Сами часы закреплены на картонном фиксаторе, кабель USB для зарядки часов и обмена данными с компьютером, бумажная инструкция по эксплуатации. У всех моделей в этом обзоре стандартный зарядный разъем. Garmin перешел на этот стандарт уже в большинстве новых моделей 19-го и 20-го года выпуска. Так что кабель от часов Phoenix, Vivoactive, Venue, Instinct также подойдет к вашим часам. USB кабель позволяет выполнять несколько функций. Заряжать часы, управлять настройками прибора с помощью установленной на ПК программы Garmin Express. Загружать музыкальные файлы через программу Garmin Express. Меня часто спрашивают, а можно ли заряжать часы от других источников питания? Да, можно. Я заряжал свои часы от ПК, Powerbank, от розетки турбозарядки телефона Samsung HTC, переходника 220 USB Belkin. Главное при зарядке, чтобы вы использовали преобразователи, которые выдают заданные для USB выходные параметры. У меня проблем не возникало. Общий вид, дизайн часов. Начнем с корпуса. Форм-фактор всех моделей одинаковый. Это круглый корпус и пять кнопок управления. Корпус часов выполнен из армированного волокном полимера. Материал легче металла. Соответственно, меньше вес часов и меньше помех для антенны GPS. Модель Furrunner с таким корпусом лучше принимает сигнал от спутников и пишет более ровный трек для плохих городских условиях. В отличие от часов, которые имеют металлический безель и корпус, который ухудшает прием сигнала антенны, я говорю про Phoenix 6 с его металлическими частями. Мне больше понравилось решение с оформлением названий кнопок на стекле в модели Furrunner 245 Music. Там текст нанесен возле кнопок на стекле. Все четко видно и понятно. А вот на безеле 945 и 745 буквы практически не видны. Конечно, это не проблема для опытных пользователей техники Garmin, а вот для новичка изначально будет несколько затруднительно вспоминать, где какие кнопки находятся в часах. Из рассматриваемых моделей самые тонкие часы это 245 Music с толщиной корпуса 12,2 мм и диаметром 42,3 мм. Диаметр корпуса самой большой модели Furrunner 945 составляет 47 мм, а толщина корпуса 13,7 мм. Посередине находится 745 модель с диаметром 43,8 мм и толщиной 13,3 мм. Furrunner 745 весит 47 грамм, а модели серии 245 Music 245 всего 38,5 грамма. Самые тяжелые в кавычках и сравниваю их модели это 945, но они всего на 3 грамма тяжелее. Общий вес модели 50 грамм. Часы с таким весом вообще не ощущаются на руке. После моих больших Fenix 6X Pro Solar у меня было постоянное чувство, что я потерял устройство, так как моя рука не чувствовала веса корпуса часов. Большой вес означает и большую емкость аккумулятора и этот факт подтверждает время работы часов. Для Furrunner 745 производитель обещает 7 дней в режиме умных часов и 6 часов в GPS с музыкой. Если вы будете слушать музыку непрерывно, заряда должно хватить на 16 часов. Эконом режим UltraTrack для забегов на длинной дистанции с использованием гироскопа в момент перерыва связи со спутником позволит работать непрерывно 21 час. Из всех сравнимых моделей безусловно лидером по длительности работы аккумулятора является Furrunner 945. Я заметил странность в заявленных показателях для часов Furrunner 745. Это работа в режиме GPS без музыки. Пытался уточнить детали у производителя. Разница в показателях связана с внутренней архитектурой модели 745 относительно модели 245. Вот такую информацию мне удалось получить. А что там еще интересного можно сказать о корпусе? С обратной стороны часов находится разъем подключения USB кабеля, серийный номер часов и два оптических датчика. Оптический датчик пульса HR нового поколения, он светится зеленым цветом. Этот же датчик добавлен в модели Furrunner 945 и старшие модели серии Phoenix 6. Оптический датчик позволяет записывать пульс в воде с вашего запястья. Зачем вообще нужен постоянный учет пульса? Учет пульса в состоянии покоя позволяет определить ваш уровень подготовки. Запись дополнительных метрик позволяет отслеживать дополнительные данные о состоянии вашего здоровья и уровня стресса. Например, Body Battery контролирует заряд вашей энергии и его расход в течение дня, уровень стресса, частоту дыхания, в состоянии покоя. Вся эта информация доступна для просмотра в специальных виджетах. Аналогично также отображается информация и в часах Furrunner 945 и 245 Music. Эти же данные есть и в более дорогих моделях серии Phoenix 6. Забегая наперед скажу сразу, что если в тренировках присутствуют резкие интервальные нагрузки, в этом случае вам нужно использовать нагрудный кардио ремень. Не потому что оптический датчик плохой, а потому что работа датчиков построена на разных принципах измерения. ЭКГ, кардио ремень и оптика HR работают по-разному и быстрое изменение именно частоты сердечных сокращений, а не пульса, может отследить только нагрудный датчик. Про поддержку кардио ремней чуть ниже в моем обзоре в разделе внешние датчики. Пульсоксиметр – оптический датчик для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Светится красным цветом. Самый популярный датчик в эпоху пандемии. Я сравнивал показания бытового пульсоксиметра с фиксацией на пальцы и с часами. Разница в показаниях была в несколько единиц, и здесь скорее важен не сам показатель в виде цифры, а динамика показателя. Не забудьте контролировать уровень стресса, чтобы увидеть явно ухудшение состояния. Стекло – экран часов. 4Runner 745-945 защищает стекло Garmin Gorilla Glass DX. Этот тип защитного стекла стоит на дорогих моделях с солнечной зарядкой, например в часах Garmin Fenix 6X Pro Solar. Насколько прочен данный тип стекла? Я тестировал в своих обзорах. Посмотрите тесты стекол Sapphire против Garmin Gorilla Glass DX. Для моделей 245 Music 245 используется более простой тип покрытия – Garmin Gorilla Glass 3. Еще один важный момент защиты стекла часов – это высота безеля. Безель защищает стекло от случайных ударов и царапин. По сравнению с выступающим металлическим безелем Garmin Fenix 6X Pro Solar, безель часов 4Runner поднят очень мало. Защитить стекло он может только по минимуму. В любом случае, наличие такой защиты стекла лучше, чем в часах, где стекло циферблата забирает всю поверхность устройства. Например, такое решение было в Garmin Venue SQ. Там вообще защиты стекла с помощью безеля не было. Разрешение экрана для всех моделей из теста одинаково – 240 на 240 пикселей. Если сравнить разрешение серии 4Runner с максимальной для серии Fenix 6 – это часы Fenix 6X Pro Solar с 260-260 пикселей с ценой около 1000 долларов, то разница между разрешением не сильно бросается в глаза. Я не заметил большой зернистости на циферблате двух моделей, если их положить рядом. Во всех часах этого обзора используется экономичный трансфлюктивный экран. Основная цель этого решения – экономия заряда аккумулятора. А если вам нужен сочный и яркий экран, тогда вам стоит просмотреть в сторону Garmin Venue или Garmin Venue SQ Music Edition. Обзор этих моделей я делал на моем YouTube-канале и в статьях. Кнопки часов. Что мне нравится в серии 4Runner – это 5 кнопок управления, никаких тачскринов и крутилок. Кнопки управления в серии металлические, с информационными насечками на торцах. Использование кнопочного управления позволяет четко управлять интерфейсом и дает возможность работы в сложных условиях – вода, дождь, снег, грязь или на морозе в рукавицах. Меню работы всех кнопок абсолютно одинаковое и повторяет логику работы в более дорогих устройствах серий – Phoenix, Tactics, MarkQ. Верхняя левая кнопка – подсветка или при долгом нажатии вызов карусели меню. Правая верхняя кнопка – старт активности или выбор элемента. Средняя левая кнопка при долгом нажатии вызов меню или прокрутка меню вверх. Нижняя левая кнопка – прокрутка меню вниз. Правая нижняя кнопка – выход из меню или отсечка круга по дистанции. Кроме того, как и в более дорогих моделях Garmin, серия 4Runner позволяет использовать горячие кнопки. Эта опция позволяет добавлять на долгое нажатие кнопки или совместное нажатие двух кнопок вызов нужных активностей или элементов меню. Обычно для себя я ставлю вызов кошелька Garmin Pay, секундомер, таймер, а также быстрое сохранение нужных координат точки по GPS. Ремешок. В часах 4Runner 745 идет мягкий силиконовый ремешок шириной 22 мм. T245 Music ширина ремешка 20 мм. Все модели из обзора поставляются с ремешками без системы Garmin QuickFit, предназначенной для быстрой его замены. Эта система используется в более дорогих моделях, например серия Phoenix. Есть небольшое различие между 745 и 945. Шпилька ремешка модели 945 крепится внешними болтами, до которых можно легко добраться, если вы захотите сменить ремешок. А вот в 4Runner 745 и 245 Music доступа до крепежных болтиков штифта нет. Тут в 745 придется немного помучаться, чтобы снять ремешок. Модели 4Runner 245 Music еще проще. Там есть возможность отстегнуть защелку штифта на ремешке. Все три ремешка часов сделаны из мягкого силикона. Ребристая поверхность позволяет надежно фиксировать ремешок при смене часов или снятия с руки. Так как размер ремешка и вес часов минимальный, для фиксации используется только один тренчик с фиксатором, который надежно блокирует самое произвольное раскрытие ремешка. Поддержка протоколов. Режимы GPS. Часы Garmin всегда позиционируются как модель для спортсменов и туристов, поэтому начну с GPS. Все три модели обзора 945, 745, 245 Music поддерживают работу с тремя системами спутниковой навигации GPS, GPS плюс GLONASS, GPS плюс Galileo. В моделях 4Runner Garmin добавил экономичный GPS чипсет Sony. Это не означает, что качество записи трека резко улучшилось. Основная задача этого чипсета это рациональное использование заряда аккумулятора. Я провел тесты работы часов в городе при плохих условиях приема. Тест 1. Ходьба в городе. Три режима GPS. В серии 4Runner нет металлических частей в корпусе и в безеле, поэтому прием сигнала будет лучше. В результате получаем следующую картину. Треки шли ровно в городе. При приближении к высотным зданиям, которые ухудшали прием, качество записи трека ухудшалось для всех режимов GPS. Я прошел контрольные участки в полтора километра для каждого типа навигации, по одному и тому же маршруту. Результаты вы видите сами. Тест 2. Поездка на автомобиле. В этом тесте я просто одел часы на руку и поехал по двум типам дорог. Окружная дорога и дорога по городу. При этом автомобиль был с металлической, непрозрачной для сигнала спутников крышей. На окружной дороге на открытой местности трек лег идеально вдоль дороги. При въезде в город трек все равно остался ровным. Учитывая тот факт, что я находился в машине, а часы были на руке, я доволен результатом теста записи трека. Тест 3. Пробежка на стадионе. В этом тесте я пробежал контрольный участок 1,1 километр с тремя разными системами спутниковой навигации с GPS плюс Galileo, GPS плюс GLONASS, GPS. Чтобы пробежать эту дистанцию мне нужно было записать 4 круга исходя из размеров моего стадиона. Результаты забегов для различных режимов считаю хорошими, особенно если учесть, что тестовый стадион находился в низине и был окружен домами. Чтобы вы могли сравнить, привожу трек пробежки другой модели с металлическим корпусом и безелем. Это Garmin Fenix 6X Pro Solar. Результаты вы видите сами. Выводы тестов 1,2,3. Протестировав режимы записи GPS наиболее оптимальным был режим GPS плюс Galileo. Эта связка давала наилучшую точность записи в городе. Однако, если вы хотите сохранить разряд аккумулятора, можно использовать один режим спутниковой навигации. Это GPS. Поддержка Wi-Fi. А для чего вообще нужен Wi-Fi в часах? С помощью беспроводного подключения часы могут синхронизировать данные после тренировки, когда вы приходите домой после пробежки, загружать свежую прошивку или обновлять ваш плейлист при использовании облачного музыкального сервиса Deezer или Spotify. Достаточно удобная опция, которая ускоряет работу с часами. Поддержка Bluetooth. Bluetooth это основополагающий протокол, с помощью которого на часы передаются все нужные данные через подключенный телефон с установленным приложением Garmin Connect. С помощью Bluetooth вы можете получать текстовое удомление, отвечать на звонки или настраивать часы и управлять ими с помощью телефона. В часах из коробки поддерживается русский язык, а также множество других языков. Вы можете принять звонок в часах и поднять трубку на телефоне, но говорить через часы не получится. В часах отсутствует микрофон и динамик, поэтому использование их в качестве гарнитуры невозможно. Также с помощью подключенного протокола Bluetooth вы можете синхронизировать часы с софтом в телефоне. Для этого лучше использовать программу Garmin Connect. В программе вы найдете детальную информацию по вашим тренировкам, состоянии показателей здоровья, сна, веса, расхода калорий, дыхания, частоты пульса, данные пульсоксиметра, интегрального показателя Body Battery, заряд энергии за день, уровень стресса и много-много других показателей. Здесь же в программе вы можете управлять и настраивать ваши часы дистанционно, от занятий виджетов до датаполей настроек отслеживания активности. Интерфейс часов Хорошая новость. Интерфейс моделей Forerunner в моем обзоре полностью повторяет интерфейс старших моделей Garmin Phoenix, Tactics, MarkQ, за исключением тех опций, которые убрали из каждой модели, например, отсутствует меню, карты или гольф. Логика работы интерфейса не изменилась. Это лента, которую вы пролистываете с помощью кнопок часов и выбираете нужный элемент. Как я говорил ранее, можно навесить на кнопки дополнительной опции для ускорения запуска меню с помощью горячих клавиш. Также быстро можно выбрать активность или элемент меню через вызов карусели по нажатию на кнопку Light – Подсветка. Это удобно, если вы хотите вызвать, например, кошелек Garmin Pay для оплаты на кассе. Кстати, хотел бы заметить, что бесконтактная оплата Garmin Pay есть в моделях 945-745 и была убрана в более дешевой модели 245 Music 245. В карусели меню вы можете заметить полезную опцию «Помощь». При вызове помощи часы автоматически определяют ваши GPS-координаты и передают данные и сигнал о помощи на заранее записанные контакты через подключенный мобильный телефон. Эта опция может быть полезна там, где есть мобильная связь. Спортивные программы. Всех интересует самый важный вопрос, какие спортивные программы есть в часах изначально. Чтобы как-то структурировать список программ, я свел все активности в таблицу по видам спорта. Все спортивные программы в серии Forerunner можно разбить на несколько категорий. Беговые активности, разные типы бега на улице, в помещении, плюс тренажеры. Водные активности, бассейни, открытая вода, плавательные средства и тренажеры. Велосипед на улице или в помещении. Горы, лыжи, сноуборд, скалолазание, альпинизм. Фитнес и спортзал. Кардио, йога, пилатес, силовые тренировки. Гольф и другие программы вне этих категорий. Все эти активности есть и в модели 945, так как это самая дорогая модель в этом обзоре. В модели 745 убрали скалолазание и опции по навигации и гольф. В модели 245 Music также убрали активность по бегу, воде, велосипеду и горам. Активности, связанные с картами, навигацией и гольф тоже были забраны с часов. В общем, если вы занимаетесь триатлоном, то вам лучше ориентироваться на Forerunner 945 или 745. Если для вас хватает пробежек, то лучший вариант модель 245 Music. Прежде всего хочу сказать, что спортивные программы это набор датаполей для нужной активности и заложенная логика съема и отображения данных от акселерометра, GPS и других датчиков. Если вы искали активность поездка на самокате и не нашли программу в часах, то просто сделайте ее под себя, добавьте нужные датаполя, настройки отображения данных и все готово. Например, под себя я создал несколько удобных программ. CrossFit, AutoDrive и добавил те настройки и датаполя, которые я хотел видеть в нужной активности. Музыка в часах. Все модели обзора поддерживают вещание музыки на беспроводные устройства Bluetooth, это могут быть в наушники или колонка. Сколько музыки можно добавить в часы? Согласно информации производителя. 4Runner 945, около 1000 треков. 745, около 500 треков. 4Runner 245, около 500 треков. Понятно, что эта цифра условная величина и зависит от среднего размера каждого трека. Если у вас короткие треки, можете закинуть и 600 песен. Загрузка музыки в часы производится с помощью двух способов. Способ 1. Надежный и простой. С помощью USB кабеля. Подключаете часы к ПК с помощью USB кабеля. Открываете программу Garmin Express. Выбираете треки на своем ПК и загружаете их в часы. Способ 2. С помощью потоковых музыкальных сервисов через приложение и Wi-Fi. В этом случае вам нужно установить специальное приложение-диспетчер для работы с сервисом. На начало 2021 года часами поддерживаются Spotify и Deezer. Количество провайдеров может и расширяться со временем. Поддерживаются следующие музыкальные форматы. Даю список. К сожалению, нет поддержки FLAG и других Lossless кодеков. Туристическая навигация. С точки зрения туристической навигации самая прокачанная модель в этой серии это Forerunner 945. В этих часах есть векторные карты, возможность автоматической прокладки маршрутов, то есть все навигационные опции, которые есть в более дорогих моделях Fenix 5 Plus и Fenix 6 серия. Детальнее про карты и как работать с картами с часами Garmin я рассказывал в своих обзорах. Карты, навигация, установка и работа. Список на обзоры смотрите в комментариях под видео. А вот модели Forerunner 745-245 Music лишены возможности работы с векторными картами и автоматической прокладки маршрутов. Эти две модели работают с навигацией на уровне часов Fenix 3 или Instinct. Как работает туристическая навигация в часах смотрите мой обзор. Ссылка в описании под видео. То есть вы можете работать с дистанциями на уровне показа треков. Нижнего слоя как такового в часах нет и карты там тоже нет. То есть вы можете идти по проложенному треку и видеть свое положение с помощью маркера. При сходе с маршрута или при приближении к маршруту часы сигнализируют. Для этого момента есть специальная пиктограмма. Поддерживается работа с точками. Можно выбрать точку маршрута и двигаться к ней с помощью указателя, который отслеживает ваше направление движения. Это своеобразный компас вашего маршрута. Понравилось то, что во всех моделях есть поддержка работы с программой Garmin Basecamp. Все что вам нужно это подключить часы через USB кабель к ПК, открыть программу и управлять или создавать точки, дистанции и выгружать их в часы. Поддержка датчиков. Внутренние датчики. Во всех моделях обзора есть GPS GLONASS и GALILEO. Оптический датчик пульса с возможностью измерения в воде. Электронный компас. Трехосевой компас с калибровкой. Аксерометр. Определяет шаги и учитывает движения при активности в спорте. Пульсоксиметр. Измерение насыщения кислорода в крови. Частично забрали. Бариметрический альтиметр. Датчик температуры. Гироскоп. Внешние датчики. Самый важный датчик это нагрудный кардиоремень HRM. Heart Rate Monitor от английского датчик сердечного ритма. Без HRM ремней полноценная запись показателей частоты пульса при интенсивной тренировке невозможна, поэтому и начну сразу с них. Модель 4Runner 945 поддерживает все типы кардиоремней. Тут есть полная поддержка кардиодатчиков. Это ремни для бега, HRM Run, HRM Pro, HRM 3. Плавание, HRM Swim, HRM Pro, HRM 3. Триатлона, HRM 3 и HRM Pro. Для зала, HRM Dual и новая модель HRM Pro. Более дешевая модель 4Runner 745 поддерживает активности триатлон, так что в ней также есть поддержка абсолютно тех самых кардиоремней, что и есть 4Runner 945. А вот модель подешевле без поддержки триатлона 245 Music официально не поддерживает ремень для триатлона Garmin HRM 3. Хотя на официальной странице часов заявлена поддержка и нового кардиоремня Garmin HRM Pro, который также предназначен для использования в триатлоне. В общем, я попробую пробежаться в связке HRM 3 или HRM Pro плюс 245 Music. Расширенные беговые метрики работают. Меня часто спрашивают, а можно ли тренироваться с беговыми ремнями в зале и нужно ли покупать специальные кардиоремни, например, HRM Dual или HRM Premium. Все ремни без проблем записывают пульс в зале. Я бы не рекомендовал использовать специальный кардиоремень для бассейна Garmin HRM Swim, так как его липкая поверхность не позволяет телу дышать при тренировке. Еще один тест. Запись пульса в зале HRM против HR. Чтобы показать вам разницу, провел несколько тренировок. Я подключил нагрудный кардиодатчик к одним часам и со вторых часов записывал пульс через оптический датчик. На низких нагрузках показания датчиков практически совпадают. Но как только вы начинаете резко увеличивать нагрузки, оптический датчик начинает запаздывать. Кардиоремень быстро схватывает изменения пульса. Это видно на сравнительных графиках. Какие еще внешние датчики доступны для серии часов Forerunner 945, 745, 245 Music. Датчик беговой динамики Garmin RD Pod. Про него я рассказывал в своем обзоре. Беговой шагомер Garmin FoodPod. Датчик измерения температуры Garmin Tempo. Также его датчики второй версии для измерения каденса и скорости. Я без проблем подключил Bluetooth шагомер другого производителя к часам 245 Music. Так что таким образом вы можете расширить возможность использования дополнительных датчиков для ваших часов. Плюсы и минусы часов Garmin Forerunner 745 и 245 Music. Минусы часов Forerunner 745. Нет векторных карт и автопрокладки маршрутов, хотя точки и дистанции работают. Достаточно высокая цена 500 долларов. Если добавить 100 долларов, можно купить себе более мощную и продвинутую модель Forerunner 945. Время работы аккумулятора меньше, чем Forerunner 945. В режиме GPS время работы часов меньше, чем у модели Forerunner 245 Music. Нет возможности быстрой смены ремешка, хотя ширина шпильки позволяет поставить ремешки системы Garmin QuickFit шириной 22 миллиметра. Нет сапфирового стекла. Нет также металлического корпуса. Для некоторых это минус, но с другой стороны это плюс с точки зрения качества приема сигнала GPS. Отсутствует активность гольф, хотя если честно лично для меня это не сильно критично. В гольф я не играю. Плюсы часов Forerunner 745. Хорошая запись GPS трека при плохих условиях приема. Работа в трех режимах спутниковой навигации GPS, Galileo, GoalNAS. Модель 745 это облегченная по наличию опции интерфейсу и метрикам версия 945. Полная поддержка внешних датчиков, как и в 945. Речь идет про кардио-ремни для бега и плавания. Очень малый вес и размер. Часы не ощущаются на запястье. Пять кнопок управления. Помогают управлять часами при плохих погодных условиях. Поддержка музыки и бесконтактной оплаты Garmin Pay. Полная поддержка бесплатного каталога Connect IQ. Есть возможность расширять свои часы дополнительными датаполями, виджетами, циферблатами. Минусы часов Forerunner 245 Music. Нет поддержки карт, прокладки маршрутов, хотя есть базовая навигация по точкам и дистанциям. Эти часы не подойдут триатлетом, так как поддержка программ триатлона и смешанных дисциплин не добавлена в эту модель. Отсутствует возможность подключения к Wi-Fi для синхронизации тренировок в часах, хотя оставили Wi-Fi для музыки. Убрали бесконтактную оплату Garmin Pay. Забрали барометрический альтиметр и термометр, и соответственно опции поля навигации, которые используются в походах, именно с этими датчиками. Забрали дополнительные опции при плавании в бассейне. Плюсы часов Garmin Forerunner 245 Music. Невысокая цена для модели, всего в кавычках за 300 долларов, очень неплохой набор опций. Аналогичная хорошая запись GPS трека в плохих условиях, как и в моделях Forerunner 945-745. Поддержка трех режимов определения спутников GPS, Galileo, GoNAS. Вес и размер минимальный, подойдет для пользователей с узким запястьем и для женщин. Есть поддержка всех беговых активностей и кардиодатчиков для бега с расширенными метриками. Также есть возможность быстрой смены ремешка. И в заключение хотел бы сказать, что этот обзор был возможен благодаря поддержке моего надежного Гармин-партнера компании Navionica, за что им большое спасибо. Мои выводы про часы Garmin Forerunner 745-245 Music. Если у вас нет ограничений в бюджете, я бы рекомендовал сразу брать Forerunner 945. Это облегченная версия более дорогой модели Phoenix серии 6. Если же бюджет ограничен и вам особо не нужны карты, я бы рекомендовал взять модель Forerunner 745. Размер, цена, спортивные активности, поддержка датчиков и спортивные метрики, плюс музыка на борту, а также бесконтактная оплата Garmin Pay подойдет спортсменам-любителям или просто активным городским жителям. Если же вы хотите сэкономить или приобщиться к электронике Garmin, обратите внимание на Forerunner 245 Music. Как модель для начинающих, она с лихвой покроет ваши потребности. В дальнейшем, если вас все устроит и экосистема Garmin станет неотъемлемой вашей частью, вы сможете поменять часы на более дорогую и сложную модель. При этом вам, скорее всего, не придется заново приспосабливаться к интерфейсу. В этом обзоре я рассмотрел модели Forerunner 745 и 245 Music, которые также найдут своих пользователей. Еще раз хочу отметить, что это не фитнес-часы, а полноценные спортивные модели. И даже, несмотря на перечисленные недостатки, я бы рекомендовал рассматривать их при выборе устройств компании Garmin. В заключении хотел бы сказать, что вы настоящий герой, если смогли просмотреть такой объем информации до конца. Ставьте лайк, если вам понравился мой обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы быть всегда в теме устройств Garmin. Не забывайте про социальные группы Facebook и ВК, где общаются владельцы часов Garmin. Желаю всем здоровья и продуктивных тренировок. Задавайте ваши вопросы в комментариях под видео. Я всегда стараюсь отвечать моим подписчикам канала. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok